Можете прочитать следующее. Дунами сила, запятая мощность. Но с точки зрения физики это абсурд. Пожалуйста, Наталья Павлович. Добрый день, уважаемые коллеги по цеху науки и исследований. Плохо слышите меня, наверное, да? А вы можете сесть, Наталья Павлович, и говорить сюда, или вам надо будет? Я... А сейчас лучше? Да. Я очень благодарен вам, потому что после первого доклада у меня были разговоры со слушателями, и я первый раз в жизни понял, что меня услышали. Потому что люди прокомментировали мой доклад так, как я хотел, и так, как противоречить тому, что они считали. Сегодня я, по существу, продолжу эту тему. Но моя задача показать, что в основе науки лежит, как вот сказал Явитович, закон движения. Я об этом говорил, что этот закон был изложен еще у Аристотеля, который определял процесс, который существует в мире. И для того, чтобы понять, как устроен мир, нужно сначала исходить из того, что мы называем сущим. Вот здесь как раз прошла самая страшная ошибка в развитии науки. У Аристотеля в сущем было движение, атрибутами которого являются в пространстве и время. То есть в пространстве и время – это те атрибуты, которые даны нам, и через которые все и происходит. И самое удивительное, что, пользуясь вот этими атрибутами… Пока Анатолий Павлович ищет, атрибутом по латыни означает предписанное, а инвариант – неизменяющийся. Поэтому Анатолий Павлович говорит, что есть один инвариант, неизменяющийся – это мощность действия, либо проявлением которой является скорость. И этот инвариант действия мы воспринимаем через две составляющие. Одну составляющую мы называем время, вторую называем пространство. То есть это принципиально иное. То есть мы всегда… Ну физики ищут и определяют понятие пространства и время, а древние говорили, что это бессмысленно. То есть мы как бы ни то, другое не поймём, но они являются некими атрибутами более общего, единого начала, которое они называли действием или движением. Это сказано у Аристотеля. Анатолий Павлович ищет, я его… Если мы будем исходить из одного понимания, что сущим является движение, и вот, смотрите, если в Атрибуте мы думаем, в древностях хорошо понимали, что мир состоит из решения противоречий. Мы привыкли понимать, что существует некая бесконечность, о которой мы слава что понимаем, а масса в мир ограничен. И поэтому встает вопрос, если бы существует бесконечность, а мы получили ограниченный, не является ли ограниченный результат снятия противоречия. Действительно, результат снятия противоречия к ограниченному приводит к некому пониманию, что из чего состоит и что за чем следует. Для этого в математике существует так называемое понятие конформное отображение. И я уже говорил вам, но как раз, что у нас есть два типа закономерностей. Вот закон мощности, о котором сейчас сказал Елена Викторович, произведение силы действия на скорость действия, передается в силу реакции на скорость реакции. Это очень важный момент, потому что в нашем сознании со школьной скамьи осталось силы действия на силе противодействия. Это привело к тому, что наш мозг, наше сознание зациклено на отсутствии процесса. Поскольку силы действия на силе противодействия, значит отсутствие процесса. Теперь давайте мы посмотрим, что получается, если мы воспользуемся нашим знанием законов ограниченного, а именно, что силы действия переходят от одного тела к другому, сверхдействия на скорость действия, приходят от одного тела к другому. И второе, о том, что самым общим законом процессов изменения является экспонента, которая является характеристикой, исходящей из того, что всякое изменение в процессе самой величине. Это довольно естественная закономерность, наблюдаемая экспериментально. Мы получили очень интересные результаты о том, что происходит в природе, когда у вас происходит снятие противоречия между бесконечным и ограниченным. Значит, если у вас процессы идут по закону рождения силы действия на скорость действия, вот ниже мы привели перевод значения скорости. В скорости есть явная характеристика движения, отношение к протостанственной характеристике, к временной характеристике. И в результате компенсации происходит образование сферы, где периодианы являются характеристиками пространственными, а параллельно характеристиками временными. Таким образом, в результате разрешения противоречия выстекает сфера, конструкция из пространственной времени в виде сферы. Вот эта конструкция является то, что было в свое время сказано. Мир состоит из атомов. Вот это является как бы атомом исходного конструкции мира. Поскольку эксперимент дает развитие в форме экспоненты, то переход, вот переход этого компенсации, этого противоречия между бесконечным и ограниченным экспонентом получаются сферические сферы, полусферы, где окружности являются характеристиками энергетическими, а радиусы — это ход времени. Таким образом, у нас получается, что в результате вот этого разрешения противоречия у нас формируется сферическая система реальности, где сфера является характеристиками энергетических уровней. Что здесь очень важно? Сфера характеризуется тем, что любая точка сферы, с одной стороны, ее радиус внутренний характеризует кривизну этой поверхности, с другой стороны, она же является характеристикой обратной величины того, что существует вне этой кривизны. То есть такая система характеризуется целостностью. О том, что я в прошлый раз говорил, что это характеризует очень интересную закономерность. Если у вас есть нечто индивидуальное, если А торжественно А, то из этого следует, что А умножить на единицу, ведь на А торжественно единица. то есть вот такое свойство все у нас, что не существует, есть индивидуальное, специфическое для себя, оно существует благодаря вот этому соотношению. И здесь, если А есть знание элемента, процесса, конструкции, то единица дна это то, что находится вне конструкции. Мы можем только говорить о конструкции, когда мы знаем, в каком окружении находится. То есть единица дна это то, что является совместным со знанием индивидуального. То есть иными словами, знание и сознание это есть полнота описания процесса. И таким образом мы понимаем, что свеличность нашего мира приводит к очень интересному выводу. Это означает, что в каждой точке есть информация обо всем, что и вне ее. отсюда следует очень такой удивительный вывод о том, что мир развиваясь сохраняет целостность. И сознание это есть некий этап в понимании прошлого и будущего. и поэтому теперь нам понятно стало, когда мы изучали экспоненциальный закон развития процессов фазовых переходов, мы писали отношение того, что происходит к тому, что осталось произойти. То, что производит к тому, что осталось произойти. Это есть экспоненты в зависимости от того действия, которое кажется температуры или той мощности, о которой говорил Игорь Викторович сегодня. То есть, иными словами, наш мир скверичен и он подчиняется закону творения. Закон творения сила действия на скорость действия приходит в силу реакции на скорость реакции. И вот здесь возникает очень интересная вещь. Это математическая формула. но она означает фактически задуманное. И вот мы сейчас переходим к удивительной вещи, о которой знал давно религия. в силу что является причинностью. В чем состоит причина? Это причастность, мощность порождения порождаемого. То есть вот это и есть мощность, но мощность не в том смысле, который у нас в школе, то, что происходит в секунду, а мощность за один элементарный акт. Это мгновенная локальная мощность. Это очень важно для понимания всего существующего. И вот здесь мы приходим к тому, что... Мы приводим к тому, о чем часто говорили древности, но мы исключили из нашего сознания в силу вот тех неверных постулатов, которые мы использовали. Оказывается, для того, чтобы математически описать точно, уже сравнительно поздно в истории науки, было отмечено, что логика определяет закон, задуманный, как должно все происходить. Но в реальности нужно пользоваться логистическим методом познания. То есть, если вы что-то задумали, вы должны осуществить за счет действия, вот того логоса, который мы, так сказать, говорим. Поэтому на самом деле нужно писать так. Сила действия умножить на скорость действия плюс то, что мы включаем как акт действия, и вместе это приводит в силу реакции, скорость реакции и минус... минус л действия, то, что состоится в памяти. То есть, иными словами, эта функция, эта формула говорит о том, что задуманное, что нужно сделать, чтобы реализовать это задуманное, и в результате у вас получаются совершенно новые качества и энергии, и того действия, которые подходили, которые остаются в потенции. Таким образом, этот закон характеризует процесс развития реальности. Причем, в данном случае, энергия является элементом конструкта этой системы. Он пока Антолий Павлович ищет, я еще прокомментирую. Значит, все мы учили с вами марсистко-ленинскую диалектику, но, по-моему, очень молодых нет. И диалектика, опираясь на учения немецких Гегеля в основном, утверждала, что причиной движения есть снятие противоречия. Но на самом деле Гегель здесь ни при чем. Он просто очень хорошо читал древних греков. А древние греки тоже абсолютизировали в качестве одного из высших знаний, это известно по Пифагору, от его прокла, о том, что сама пифагорейская школа считала одно из высших достижений человеческого ума, так называемую таблицу противоположности Вавилона. Но в силу того, что Вавилон там не очень хорошо относились к нему религиозные люди, поэтому это слово не произносилось часто. Так вот, таблицу противоположностей, посмотрите, она в интернете есть, посмотрите. Там 10 противоположностей, которому пифагорейцы считали высшим человеческим знанием. Так вот, первой противоположностью являлась противоположность безграничная, ограниченная. То сейчас Анатолий Павлович сказал, что физика в его лице, но и в лице тех людей, которые разработали понятие комфортного отображения, она дошла до того, что если противоречие между безграничным и ограниченным снимается по закону, который мы видим при реализации реальных процессов, а именно по экспоненте, или по спирали, как угодно, что то же самое, то мы будем получать все проявленные вещи с точки зрения реального устройства природы. И чуть попозже увидите, что сакральная архитектура и вообще все-все-все с точки зрения легии кодируется на этом же основе знания. Пожалуйста, Наталья Бавлович. Вот сейчас перед вашими глазами есть некое причисление фактов, которые должны вы хорошо запомнить. Наука пошла по пути к указанному Эммануеву Канту. Не нужно искать законы природы, что надо создать их разум и человека. И то, что мы сегодня изучаем в университетах, в институтах, это есть тот результат, который связан с придуманными законами фактически. И с другой стороны, Ньютон, Фрэнсис Беккер писал, надо не выдумывать, не измышлять, а искать, что говорит и предпринимательство природы. И вот те законы, которые дали нам информацию о лишении противоречий, это и есть то, что дано из эксперимента. И именно Аристотель принадлежит в утверждении, что мир дан движение, его закон, закон и движение, поэтому изучать надо не состояние, а в состоянии никакого свойства нет, кроме как быть в покое. и гипотезы здесь не могут нам позволить сделать какие-либо выводы из знания состояния как такового. Далее я хочу вам обратить ваше внимание, это очень важно, когда мы говорим о науке, науке состояний, мы используем математики А плюс Б, А плюс Б дает новое С, это новое совершенно качество, отличное от того, что есть А и Б, то есть как бы мы использовали это сложение без последствий, на самом деле мы должны понимать, что всякая манипуляция, сложение и вычитание дает последствия. То же самое, еще более значимое в этом отношении умножение. А на Б это площадь другого, новое качество. к сожалению, наука долгое время развивалась по пути, считая, что А на Б равно Б на А. Это ясно, что другое качество, и вот я уже обращал ваше внимание, что нет теоремы Гёдель-Таскова, которая говорит о том, что нельзя формализовать истину, связанную с тем, что они взяли в качестве основания утверждение, что А на Б равно Б на А. к моему удивлению, профессора, которые читают о Гёделе, не обращают внимания на то, что в основе этого утверждения находится ошибочная аксиома, которая, по существу, ликвидирует понятие формы. Я хочу сейчас еще, для того, чтобы в дальнейшем все было понятно, обратить внимание на большую ошибочную концепцию, которая в 1905 году возникла, связи с понятием планка. В вашем сознании осталось аж ню, есть порция энергии, неделимая, но у нее это число колебаний в секунду, а процессы происходят в значительно меньшее время, и поэтому квантовая механика дает ошибочность понимания реальности. В действительности, энергия, это есть некая величина, которая может существовать в пространстве и времени, поэтому она должна метрику иметь, в пространстве и время, то есть секунды и метры. Я хочу обратить ваше внимание, что на самом деле фотоэффект, за который Доббинскую премию дали Эйнштейну, аж ню, и ходит энергия возбуждения, на самом деле ситуация более сложная, природа работает с творением нового, и фотоэффект, это сила действия на скорость действия, плюс вот та энергия, которая черпается от премии, переходит в новые свойства силы реакции, на скорость реакции, и от потенции остается новое качество энергии. И сам Ньютон, к сожалению, это он написал книги, которые в недавнем прошлом украли из библиотеки, он сам писал это, что это и есть фактически фотоэффект, который дает основание утверждать следующее, что по этой системе это фактически гиперболическая зависимость, которая приводит к очень удивительному выводу. Я уже вам показывал, что процесс идет. все идет по гипералитическому закону. Вы можете хорошо видеть, это даже на религиозных кодах, где часто, в частности, в спадсилах, где образ Христа был запечатлен в экспонентах и гиперболах, то есть в характеристиках реального ограниченного. Я хочу обратить внимание здесь на удивительные вещи. Гипербола, у вас процесс смотрит с маленькой силой и с большой скоростью силы свет света, например. И можно идти наоборот. Реакция может идти при малой скорости в реакции и у вас возникает большая сила. Ньютон по этому поводу сказал, что в природе существует два направления процессов с маленькой силой и большой скоростью, которая может претворяться в малую скорость реакции, но при большой силе и большая плотность энергии силового поля. Это дает основание думать, что эта форма описывает процесс разрушения вещества и даже атомов. Фактически, это и есть основание того, что мы пренебрежительно называем алхимией. И буквально на днях мы получили информацию о том, что были найдены процессы, которые происходят с очень большими плотностями, но при очень высоких температурах. На самом деле, вот этот процесс, по этой форме идущий, при малых скоростях реакции, он идет при малой величине энергии, но при большой ее концентрации. То есть это означает, что на самом деле в физике существует два типа структур. И как ни парадоксально, природа знает это хорошо. Даже паук, он ткет паутины, прочность паутины больше, чем прочность любой самой прочной стали. То есть, оказывается, процесс может идти совершенно с образованием других структур. В живом теле иначе ведут себя атомы, нежели то, как по химии. То есть это совершенно другая химия. И теперь понятно, почему 98% времени Ньютон тратил на изучение алхимических процессов. У меня сегодня не будет времени и возможности рассказать о неких поразительных результатах, которые из этого следуют. Но, во всяком случае, самое главное, о чем я должен сказать, что это уравнение приводит к совершенно другому пониманию законов, по которым идет природа. Если у вас сила действия на скорость действия переходит в силу реакции на скорость реакции, то поскольку сила действия умножена на пространственную или иную характеристику действия и на время действия, переходит в силу реакции и скорость на пространство реакции и на время реакции. И оказывается, что время действия в веществе и время реакции могут быть разные. И вот если время реакции очень большое, то возникает вещь, что энергии реакции значительно больше, чем время действия. То есть это означает очень многое. Сама формула сил действия на скорость действия, это есть, само действие делить на время действия, это есть скорость изменения энергии. То есть если в отечественной системе идет, допустим, от солнца или от яркого источника, то у вас там время имеет один ход, абсолютное время. А в веществах, которые мы воспринимаем как форму вот этого структуры силы пространства и времени, время держится медленнее. И по всему случаю энергия, выделяющаяся в системе, очень велика. И природа широко пользуется этими вещами. То есть пример очень простой, с которого начал свой сегодняшний Шоу-Бергер Виктор. Если он померил ход, энергию на жерновах обычной мельницы, которые постоянно стоят на узких потоках, на осуженных потоках речушек, так оказывается, энергия на жерновах в десятки раз превосходит энергию, которую мы считаем по разности уровней. То есть это оказывается, что тепловая энергия переходит в кинетическую энергию потока без затраты энергии. Вот то, с чем мы встречаемся фактически каждый раз. И вся структура жизненных процессов основана на том, в частности, работе кровеносной системы, работа системы, которую мы наблюдаем в природе, холодные речейки, которые текут по земле, холод подзникает, потому что тепловая энергия воды переходит в кинетическую энергию потока. То есть это явное нарушение того, что называется вторым законом термодинамики. Это означает, что мы неправильно понимаем, как условно работать ракетный двигатель. Большая часть энергии топлива уходит в температуру воздуха, которую мы видим при запуске. Когда сделали двигатель с такими каналами, что перестал видеть пламя ракетного двигателя, скорость самолета увеличилась в три раза. То есть это означает, что существующие гидроэлектростанции могут давать значительно больше энергии на порядок, чем то, что дают они. И разрушение Саяна-Шушевской ГЭС – это и есть результат неправильного понимания, что сужение на гидростанциях потока приводит к гигантской кинетической энергии потока, которая черпается из тепла воды. Вода охлаждается, и за счет этого происходит мощное движение потока. Вот теперь нам становится понятно, что для того, чтобы сработала формула, мы должны сотратить некое количество энергии в соответствии с той гиперболой, о которой я здесь, как Вадим, рисовал. Вот это количество энергии, которое мы добавляем для того, чтобы произошел процесс, чтобы, например, реализация закона творения, мы вводим то, что называлось духом. То есть это и есть духовность. Духовность – это и есть величина физическая. То есть та характеристика, которая определяет энергетические процессы развития реально происходящего. Вот я хочу обратить ваше внимание, вот на последнюю фразу «сужение потока воды в реке приводит к увеличению скорости движения и увеличению кинетической энергии за счет охлаждения воды». Тепловая энергия переходит в кинетическую и без затраты работы. То есть это означает, что человечество потеряло очень много, когда оно запретило этот процесс как таковому. Но ситуация гораздо хуже. Дело в том, что, поскольку мы с молоком матери включили в сознание вот этот закон, третий закон – силы действия, на силе противодействия, то это означает, что сознание привыкло к тому, что сила действия, правда, противодействие. А это означает, что никаких процессов быть не может. Поэтому фактически наше сознание стало иррациональным, а мышление клиповым и беспринципным. Потому что оно не учитывает самого важного свойства природы – творения, которое заключено в этой замечательной форме силы действия на скорость действия, и переходит силы реакции на скорость реакции. И вот ниже я просто еще раз, чтобы перед вашими глазами это осталось. Что сила реакции к силе действия в отношении скорости действия к скорости реакции. Если скорость действия больше, чем скорость реакции, то тогда энергия силы реакции больше силы действия. То есть вот это и означает, что, в принципе, эта форма решает разрушать вещество и даже атомы не за счет высокой температуры, а за счет различия в свойствах реакции веществ. Отсюда следует, что масса реакции на скорость реакции к массе действия к скорости действия равна импульсу реакции к импульсу действия, одно отношение ускорения действия к ускорению реакции. То есть это означает, что закона сохранения импульса нету в реальных процессах, поскольку происходит ревное изменение качества энергии. Таким образом, мы здесь начинаем понимать, что то, что транскриптировано было на Востоке, где Лао Цзэ говорил, причем при чем я уже говорил, это мощность порождения порождаемого. То есть фактически перед нами стоит задача осознать смысл знания, которым нас при нам привели во время нашего обучения. И сейчас, кажется, это приходит к осознанию общества, потому что буквально на днях комиссия по организации образования пришла к выводу, что в большинстве институтов материал, преподаваемый в институтах, почти не годится для использования в реальных процессах. Но, к сожалению, они не знают, как выйти из этого положения, потому что даже выпускники высокого класса институтов, казалось бы, Ленинградского университета, Пасковского университета МКВТУ, тем не менее специалисты не могут найти себе возможности проявить свои знания. Несколько лет назад я был приглашен в институт экспертов при президентской команде, и они сознались, они анализировали нашу программу, фактически содержащую те основы, о которых я сейчас сказал, и они пришли к следующему выводу, что существующие экспертные комиссии в России и за границей в принципе не могут объяснить то, что вы говорите. Поэтому осознание знания – это наша задача на ближайшее время. Спасибо за внимание.